Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа в информационном блоке от Славянской Церкви Отвентистов седьмого дня здесь в городе Сакраманта. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. В эту субботу проповедует пастор Александр Ханчевский. Пожалуйста, молитесь за его служение. Это тоже будет особенная суббота. У нас так очень плотный график красных мероприятий. В эту субботу у нас будет посвящение новых следопытов, искателей приключений. Это всегда приятно. Рад, что в нашей Церкви существуют эти служения. Есть так много людей, которые посвятили себя этому делу. Слава Богу, молите за наших детей, за все детское служение нашей Церкви, молодежное служение, чтобы наши дети, они были теми, кто и дальше будет нести знамя истины в этом мире. Поэтому, пожалуйста, приглашаем всех вас. Не пропустите это удивительное служение. Вечером же приглашаем вас на встречу от молодежного служения Глоу. Они возобновляют свою работу. Хотя, сложно сказать, возобновляют свою работу, потому что Глоу – это молодежное служение нашей Церкви. Они возобновляют встречи по субботах. Поэтому в эту субботу в 6 часов вечера будет первая встреча. Приглашаем не только молодежь, а всех желающих. Так что у нас есть возможность провести вместе еще одну встречу. Напомню, служение начинается в 6 часов после обеда. Мы благодарны от всего сердца всем, кто принимал участие в подготовке и проведении программы «Благодарение» в прошлую субботу, а также детского осеннего фестиваля в прошлое воскресенье. Было много новых людей. И на одной встрече, и на другой. Эти мероприятия по-настоящему были миссионерскими. И позволили многим людям впервые прийти в наш дом молитвы, на нашу территорию, познакомиться с нами поближе. Я верю, что Дух Святой будет работать в их сердцах особенным образом. Еще раз большое спасибо всем, кто посвящает себя на разного рода служения в нашей общине. Вновь и вновь напоминаю о миссионерских книгах или пакетах, в которые входит и книга «Великая борьба». Напоминаю, это цель, которую мы, как община, поставили перед собой – поделиться этой вестью или этими книгами с нашими друзьями, соседями, сотрудниками по работе. Поэтому, если вы еще не взяли этот пакет, обязательно приобретите его, потому что это уникальная возможность совершать миссионерское служение и такого образа. Тоже хочу напомнить. Вы помните этот пример, который нам говорили о… вернее, Василий говорил о том, как они обходили улицы тех городов, где они совершали служение. И я приглашаю вас к тому же. Ходите этими улицами вечерами, молите за ваших соседей. Если вы уже дали книги, молитесь, чтобы эти книги совершали свою работу. А если вы только планируете их разнести, молитесь, чтобы Дух Святой особенным образом подготавливал сердца этих людей. Очень хочется, чтобы еще многие увидели ту чудесную надежду, которую Бог сегодня предоставляет каждому из нас. Поэтому, пожалуйста, приглашаю вас, присоединяйтесь к этому литературному миссионерскому проекту нашей общины. Также хочу напомнить о домашних церквях. Меня, руководитель миссионерского отдела, постоянно, ну, приятно так стучит ко мне. И, пастор, пожалуйста, напомните, что наши домашние церкви, они продолжают встречаться. Мы бы хотели организовать новые встречи. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нему. Он с радостью поможет вам в этих вопросах. Также хочу напомнить, что 1 ноября, это будет пятница, в 5 часов вечера, встречаются тут все те, кто переживает о миссионерском служении нашей общины. У кого есть какие-то предложения, проекты, пожалуйста, приходите. Мы их все обсудим, примем, потом вместе будем рассуждать, анализировать, какие же из них наилучшим образом могут подойти в этой местности для нашей общины. Поэтому, пожалуйста, ждем всех вас на встрече о домашних церквях и на встрече миссионерского отдела 1 ноября в 5 часов вечера. Дальше. Меня и дальше просят узнавать о жилье. Разные семьи, уже несколько семей ко мне обратились, они ищут жилье. Поэтому, если у вас есть какого-либо рода предложения, пожалуйста, обращайтесь непосредственно ко мне, а я уже буду общаться с теми людьми. Мой номер телефона 916-254-8182. Так, еще одно интересное предложение. Компания ищет работников в сфере строительства. Место работы Гавайи, разные острова. Они говорят, что нет проблем, если у человека нет опыта работы в этой сфере. Они готовы научить всему, что нужно. Зарплата, как мне сказали, от 30 до 45 долларов в час. Они оплачивают перелет туда и назад. Они предоставляют жилье, транспорт на месте, чтобы вам было на чем передвигаться. И медицинскую страховку. Больше информации вы сможете узнать у Геннадия Ющука. Он тоже с ними уже связался. Его номер телефона 916-384-5225. Так что, если вас это предложение интересует, пожалуйста, обращайтесь. Возможно, это будет решение тех вопросов, которые сегодня стоят на вашем порядке дня. О специальных служениях и встречах нашей общины. Опять хочу напомнить. Мы решили, что теперь, начиная с ноября месяца, каждая первая суббота у нас будет потлаг. То есть, это общий обед. Общий обед, который мы готовим сами. Все, кто хотел бы провести время вместе, пообщаться, попеть вместе, повспоминать о своей жизни или позадавать какие-то вопросы. Мы ждем вас каждую первую субботу месяца на общем обеде. И принесите что-то для себя, что-то вкусное для себя и еще для кого-то, чтобы мы могли делиться друг с другом этими угощениями тоже. Так что, помните, что у нас теперь будет такая традиция. Еще. Напоминаю, что сначала, с первой субботы ноября, с начала ноября, у нас начинает работу пастырский класс субботней школы. Но, как я уже говорил, в этом пастырском классе мы не будем разбирать уроки субботней школы, а будем говорить о христианских принципах жизни. Поэтому, все, кто хотел бы узнать побольше, во что мы верим и почему, каким должна быть жизнь современного христианина, все, кто, возможно, хотел бы подготовиться к окрещению, мы всех вас ждем на этих встречах. Они будут каждую субботу в третьем классе во время субботней школы. Думаю, что это будет большим благословением для каждого из нас. Также напоминаю, что начиная тоже с ноября месяца, с первой субботы и далее, все наши проповеди во второй части служения будут с переводом на английский язык. Я благодарен Богу за то, что Церковь проголосовала за это предложение. Думаю, тоже это будет способствовать только лишь нашему развитию. Слава Богу за это. А дальше, напоминаю, 16 ноября в 5 часов вечера будет встреча руководителей всех отделов нашей Церкви. Я очень хочу поговорить вместе с вами, пообщаться. Как я уже говорил, я приготовлю чаек и к чаечку, а вас жду с разными идеями, предложениями по служениям ваших отделов или любых других мыслях. 30 ноября в 5 часов вечера у нас будет служение опытов. 14 декабря в 5 часов вечера служение вопросов и ответов. 21 декабря в 5 часов вечера рождественская программа. Утром же у нас в эту же субботу будет вечеря Господня. С 27 по 29 декабря у нас будет особенная встреча возрождения в Леонимидус. В прошлую субботу у нас была предварительная регистрация. Чуть позже мы подготовим более детальную регистрацию. И те, кто еще не успел зарегистрироваться, вы сможете это сделать. А те, кто уже зарегистрировался, вы тоже сможете обновить ваши данные. Поэтому будьте внимательны, следите за нашими сообщениями. В ближайшее время мы предоставим вам полную информацию. Ну а с 11 по 18 января уже 2025 года мы планируем провести евангельскую программу. Так что график достаточно плотный. Ждем всех вас на всех этих встречах. Приглашайте друзей, знакомых. И не забудьте о программе от семейного отдела нашей церкви. Если вы еще не пригласили ту семью, которая попала вам в том прекрасном конверте, то сделайте это обязательно. Это будет очень интересно. У меня такая встреча состоялась на этой неделе, в понедельник, и это было чудесно. Так что, друзья, ждем всех вас на всех мероприятиях. Принимайте активное участие в служении нашей церкви. Делитесь миссионерской вестью с другими людьми. Пускай наша жизнь будет полноценной во Иисусе Христе. Молитвенный блок. Мы продолжаем молиться о прекращении войны в Украине на Ближнем Востоке. И также прошу вас особенным образом молитесь за все эти служения нашей общины, чтобы мы, как церковь, могли исполнять то поручение, которое Бог дал нам на этой земле. В заключении читаю текст из Священного Писания. Это Псалом 26, 4 стих. Другими словами, Давид просит, чтобы Бог помог ему оставаться верующим и верным Богу во все дни своей жизни, чтобы за желание посещать храм, принимать участие в служении, оно никогда не прекращалось в его жизни. Дай Бог, чтобы точно так было и в нашей самой жизни. Всего вам наилучшего. Божьих вам благословений. И до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok